Лиза Алерт Координирует их работу хрупкая на вид, но очень выливая и добрая внутри девушка Светлана Николаева. Вообще организация существует с 2010 года, с сентября месяца. Это после такой нашумевшей истории о пропавшей девочке Лиза Фомкина в Орехово-Зуево. И тогда много-много количества человек вышло на поиски этой девочки. И в лесной поиск был. Девочку нашли, но, к сожалению, не успели найти ее в живых. И после этого организовался отряд. Лиза – это в честь этой девочки Лиза. А Алерт, почему называется это, в переводе с латинского – тревога. Занимаемся непосредственно поиском пропавших детей, людей старшего возраста, инвалидов, людей, которые нуждаются в помощи. Нам обращаются родственники потерявшихся людей, которые не выходят на связь, то есть более суток, двое. Стать частью команды отряда может любой совершеннолетний житель. Стоит позвонить на горячую линию или заполнить заявку на официальном сайте. После с вами свяжется опыт и наставник. Все начинающие добровольцы предварительно проходят специальное обучение. А уже дальше начинается настоящая работа, за которую не платят денег. Все, что делают посковики – чисто энтузиазм и ярое желание помочь. Поступает заявка на горячую линию. С горячей линии, она круглосуточная, передается заявку инфоргу. То есть в данном случае мне передается заявка, вот я являюсь инфоргом в нашем городе. И мы уже связываемся с родственниками, выясняем причины пропажи, что вообще случилось, чем мы можем помочь. И у нас главный координатор нам всем раздает задачи. И уже по возможности ребята, кто на что готов, разбирает свои задачи и выполняет действия. Первым делом волонтер начинает обзывание у дебольницы. В это же время другой добровольец связывается с правоохранительными органами. С ними у Лизы Алерт контакт налажен. Кто-то по шаблонам создает так называемые ориентировки. Большинство размещает информацию в социальных сетях. Самые смелые идут при необходимости искать людей в лес. Для поисковиков отряда сверхзадача найти человека живым и здоровым. Если что-то не получается, сложно не принять факт на свой счет. Каждый поиск, можно так сказать, что проводишь через себя. Потому что мы связываемся с родственниками с первого дня. И на протяжении всего поиска мы ведем с ними контакт. И все их эмоции, которые они чувствуют, мы переживаем вместе с ними. Потому что потерявшийся человек, именно для нас, это тот же самый родственник. То есть это не чужой человек для нас. То есть, ну тяжело, конечно, воспринимается все. Но у родственников в первую очередь играют эмоции. Но мы стараемся как бы это все держать под контролем. И поэтому, возможно, что мы можем чем-то помочь. Вот имея как бы вот этот вот эмоциональный фон правильно настроенный. Потому что если податься на эмоции, то, конечно же, дело не сложится. За помощью к волонтерам Лизы ежедневно по всей стране обращаются тысячи людей. Поиск того или иного человека может занять несколько минут. Однако есть случаи, когда отыскать пропавшего не удается годами. Тогда команда общероссийского движения обращается за помощью на федеральную передачу «Жди меня». Помочь добровольцам может каждый. Стать частью дружной команды легко и просто. Особенно, когда вас действительно ждут. Главное иметь большое чистое сердце и желание прийти на помощь людям в тяжелой ситуации. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Специально для Ульяновской правды.